Приветствую на канале час ремонта, в этом выпуске я расскажу о лучших металлоискателях в 24 году. Первое место в моем рейтинге занял металлоискатель начального уровня Quest X10 Pro. Эту модель стоимостью порядка 17 тысяч рублей можно назвать оптимальной по соотношению цены и качества. Она представляет собой полностью водонепроницаемую версию хита последних лет модели Quest X10. Допускается погружение на глубину до 3 метров. Устройство оснащено батареей на 1000 мАч. Производитель заявляет о времени работы до 18 часов, но реальная автономность еще выше. Зарядка возможна через USB от бытовой электросети, пауэрбанка и солнечной батареи. В общем, от всего подряд. Среди других преимуществ, упомяну достойное качество сборки, умение эффективно отсекать чермет, ручной баланс грунта, продуманные программы поиска. Металлоискатель рассчитан на детей, новичков и любителей подводного поиска. Весит он всего 950 граммов. Если же убрать среднесъемный сегмент, чтобы подстроить размер устройства под ребенка, он станет еще легче. Делаю вывод, вполне достойная модель по цене менее 20 тысяч рублей. Своих денег X10 Pro явно стоит. Загляни в описание под видео, там я разместил ссылки на все металлоискатели из этой подборки и промокод для выгодных покупок. По ссылкам ты попадешь на самые интересные предложения в надежных магазинах. Там ты сможешь уточнить цены, почитать развернутые описания, познакомиться с характеристиками и отзывами пользователей. И не пропусти скидочный промокод. На второе место я поставил отличный мультичастотный металлоискатель Nocta Marco Legend. Эту модель можно купить тысяч за 55 рублей. По своим функциональным возможностям, легенда не уступает XP Deus 2, только стоит более чем в два раза дешевле. Собственно, именно поэтому она и попала на второе место моего топа. Девайс подходит для золотоискателей, для пляжного и подводного поиска. Металлоискатель одинаково хорош как для новичков, так и для опытных детекторов. Опция вибрации делает устройство идеальным даже для пользователей со значительными нарушениями слуха. Степень влагозащиты IP68, что обеспечивает глубину погружения до 3 метров. Хорошо отсекаются шумы грунта и электромагнитные помехи. Гибкие настройки. Предусмотрено 4 пользовательских профиля для разных целей и местоположений. Весит легенда чуть больше, чем X10 Pro с первого места, но и уровень устройства повыше. Прибор прост в эксплуатации, отличается хорошим качеством материалов и сборки. Паспортное значение времени автономной работы на одном заряде батареи до 20 часов. В целом, легенда от Nocta Marco – отличный и универсальный выбор для всех и каждого. Покупку дешевой не назовешь, но свою цену металлоискатель отработает на все 100. Для каких целей ты выбираешь металлоискатель? Поделись в комментариях, подписывайся на канал «Час ремонта» и не забудь поставить лайк, если тебе нравится контент, который я делаю. Третье место в моем рейтинге заняла бюджетная модель Tracker 4 от Bounty Hunter. В магазинах ее можно найти по цене в районе 9500 рублей. Стоимость доступная, управление интуитивно понятная. У прибора двухтональная звуковая индикация. Поиск производится в трех режимах. Полная дискриминация, все металлы и дискриминация по тону. Дискриминация плохая, что, впрочем, для бюджетного устройства совсем неудивительно. Работает Hunter Tracker от двух батареек Chrono. На сутки беспрерывной работы хватает. Рекомендую эту модель как неплохой и недорогой металлоискатель для начинающих. Прибор грунтовый для подводного поиска непригоден. Находить монетки на мелководье – это максимум, на что он способен в водной среде. Четвертое место топа досталось еще одному металлоискателю от Noctomarko. Модели Ultra из линейки Simplex. По некоторым параметрам этот детектор даже более привлекателен, чем легенда со второго места. Купить его можно примерно за 33 тысячи рублей. Аппарат со множеством настроек, но интуитивно понятным управлением. Подойдет как для начинающих, так и для опытных детекторов. Модель Simplex Ultra защищена от пыли и отличается полной водонепроницаемостью на рекордных глубинах до 5 метров. Настраивается под различные локации и грунты. Дискриминация хороша, подстройка и частоты легко избавится от электромагнитных помех. Для освещения в темное время суток используется фонарик и подсветка на дисплее и элементах управления. Девайс отличается продуманной эргономикой и относительно малым весом всего 1,2 килограмма. Встроенная батарея, заряжающаяся от пауэрбанка или через USB, держит около 15 часов беспрерывной работы. Программное обеспечение регулярно обновляется. В общем, достойный продукт для своей ценовой категории, критических недостатков нет. Пятое место досталось грунтовому металлоискателю Ace 400i от Garrett стоимостью около 23 тысяч рублей. У этого девайса немало преимуществ, включая простоту использования, небольшой вес, водонепроницаемую катушку и богатую комплектацию. Из коробки оно поставляется симпатичным чехольчиком, наушниками и четырьмя батарейками типа 2А. Время автономной работы порядка 20 часов беспрерывного поиска. Звук динамика не регулируется, но эта опция более характерна для профессиональных премиальных моделей. Дискриминация неплохая, хоть и не идеальная, критических недостатков нет. В целом, хороший продукт для начинающих детекторов, своих денег стоит. На шестое место рейтинга я поместил Quest X5. В магазинах этот металлоискатель можно найти по цене в районе 14 тысяч рублей. Прибор достаточно универсальный, однако не лишен недостатков. Что, впрочем, неудивительно при такой цене. Девайс отличается приличной глубиной поиска, продуманной эргономикой и наличием встроенного аккумулятора, заряжающегося через USB. Рабочая частота 8 кГц, 3 предустановленных программы поиска и 5 сегментов дискриминации. Есть встроенный динамик, но предусмотрен разъем 3,5 дюйма для подключения наушников. При грамотной настройке видит все. Приличный вариант для начинающих кладоискателей. Еще одно достоинство – Quest X5 малый вес, всего 945 граммов. На седьмую позицию я поместил еще один металлоискатель от Nocta Marco. Модель Mini Horde более простенькая, чем Simplex Ultra с четвертого места, но и стоит она подешевле – порядка 11 тысяч. Mini Horde позиционируется как первый в мире полностью водонепроницаемый детектор металлов для детей. В таковом качестве он просто идеален. Устройство выдерживает погружение на глубину до метра, не боится пыли и грязи. Отличная игрушка для самых маленьких кладоискателей. В комплект входят симпатичные наклеечки с куб и совочек для песка. Восьмое место досталось модели Ace 150 от Garrett. Это более простая и дешевая модель, чем металлоискатель от того же производителя с пятой позиции топа. В продаже этот девайс можно найти примерно за 11 тысяч рублей. Ace 150 может стать неплохим подарком для ребенка или подростка, в то же время он подойдет и для более взрослых новичков. Характерная отличительная черта этой модели – минимум настроек. С управлением легко справится даже маленький ребенок. С помощью Ace 150 можно искать ювелирные изделия, монетки и металлические предметы времен войны. На девятой позиции разместилась одна из самых бюджетных моделей. Это детский и подростковый металлоискатель Junior TID производства Bounty Hunter. Стоит он около 8800 рублей. Универсальное грунтовое устройство отличается минимумом настроек и простотой управления. Весит эта модель всего полкило, питания от двух батареек типа 2А. И на последнем десятом месте топа оказался Garrett Pro Pointer AT. Обойдется он примерно в такую же сумму, как и модель Junior с девятой позиции. Характерная отличительная особенность этого устройства – полная водонепроницаемость на глубине до 6 метров. В достоинство изделия заодно запишу простоту настройки и эксплуатации. Высокое качество материалов и сборки. В комплект входит батарейка и тканевая кобура. На этом мой обзор подходит к концу. Еще раз напомню, что ссылки на все металлоискатели из этой подборки ты найдешь в описании под видео. А еще тебя ждет там скидочный промокод для выгодных покупок. Ставь лайк на этот рейтинг, если он был тебе интересен. Оставляй комменты, подписывайся на час ремонта и до встречи в следующем выпуске!